Мы возвращаемся к событиям в Крыму. На связи со студией наш корреспондент Евгений Анаприенко. Евгений, появилась информация, что возле Севастополя видели колонну военной техники. Правда ли это? Роман, могу сказать, что на теперешний момент, вот в эти минуты, по территории Крыма движется не одна, а как минимум две автоколонны военной техники. Одна из них движется со стороны Феодосии в сторону города Джанкой, но об этой колонне нам практически ничего не известно. Ничего не известно о ней и в медиа-центре Минобороны. Обещают там информацию сообщить позже. Зато нам практически все известно о той колонне, которая движется со стороны Севастополя. Один из наших коллег буквально следит за нею. Сначала складывалось впечатление, что колонна идет в сторону Евпатории. В колонне не менее 50 машин, считал журналист. Есть БТР, их не менее 8. Много грузовиков. Есть ли в этих грузовиках люди, непонятно. Могу сказать, что сопровождается эта колонна спереди и сзади легковыми автомобилями военной автоинспекции. На них черные российские номера. Но и вот по последней информации, которая имеется у нас, эта автоколонна, она повернула, не поехала в сторону Евпатории, а поехала в сторону поселка Гвардейское. Якобы там есть российская воинская часть. Роман. Евгений, мы сообщали о том, что был захвачен вооруженными людьми госпиталь в Симферополе, что были блокированы работники этого медучреждения. Есть ли новая информация сейчас об этом? Да, действительно, нам удалось поработать на месте происшествия. Буквально на наших глазах разворачивались события. Ну, можно сказать, на наших, потому что все, на самом деле, все самое основное происходило на территории госпиталя, куда нас не пустили. Как только появилась пресса, ее там было достаточно много, были иностранные журналисты, вот, и как только появилась пресса, перед забором появилась охрана не только с той, но и по эту сторону. Это самооборонокцы Крыма, скорее всего, они были в камуфляжной форме, но лиц своих они не прятали, с прессой общаться не стали. О том, обо всем, что произошло на территории, непосредственно госпиталя, мы узнали от начальника военного госпиталя, нам удалось с ним пообщаться, и вот, что он нам сообщил. Затащили в желтый автобус, я не знаю, что это за автобус, откуда он взялся, эти же люди удерживали меня там порядка получаса в этом автобусе. Требование было выдвинуто следующее, якобы назначен уже новый начальник госпиталя, этот начальник госпиталя назначен новой властью Крыма, вот, от меня требовали передать ему, так скажем, дела, должность, ключи. По нашей информации осталось мне дополнить только то, что 20 человек, примерно 20 человек находятся сейчас в военном госпитале на лечении, один из них в реанимации, но вроде бы как, вот, по последней информации, врачи продолжают оказывать им помощь. Еще одна информация, о которой бы хотел сообщить в эфире, нам сегодня стало известно о том, что на территории республиканского военкомата будет происходить некое мероприятие. Мы прибыли на то место, там опять-таки было очень много прессы, в том числе иностранной, обещали пропускать по удостоверениям журналиста и по некой аккредитации. Так вот, когда дело дошло до прессы украинской, вот, несколько представителей украинской прессы на территорию военкомата просто не пустили. Территория военкомата, я напомню, охраняется вооруженными людьми в камуфляжной форме. Вот, что происходило на территории военкомата, знаю только, вот, опять-таки, от своих коллег, якобы там должны были принимать присягу на верность крымскому народу. Но кто должен был принимать и в каком количестве, такой информации нет ни у меня, ни вот на теперешний момент даже у пресс-центра Минобороны. Студия. Спасибо. Напомню, это был Евгений Наприенко с последними новостями из Крыма. Спасибо.